Культура Что подтверждается многими событиями многих веков. Тогда и Пушкин в сущности. То есть мы, конечно, признаем, что да, но так можно кого угодно посчитать. Я уже не говорю про наши времена, 30-е годы, да и сегодня то же самое. Люди, которые... Что такое вообще хорошее настроение? И что в сущности искусство? В искусстве, насколько я разумею, я убежден, может быть глобальный спор по этому поводу, но в искусстве есть два понятия. Или, скажем, две категории. Нравится, не нравится. За пределами этих двух категорий лежит гигантский пласт критики докторских диссертаций, монографий и всего остального прочего. Но в сущности это нравится или не нравится. Потому что все ведь делается для того, чтобы кто-то на это взглянул. Одному нравится это, другому нравится это. Но нравится и не нравится в сущности. Это что такое? Это настроение, это эмоция. Насколько важно для государства вообще хорошее настроение или вообще? Насколько влияет это настроение на благополучие государства? Хорошее настроение. Но чем мы все занимаемся? Но чем вы, я? Вообще люди творческие. Чем они занимаются? Это же не то, чтобы человек точил, точил, выточил гайку, потом эту гайку приделали еще к чему-то, и это что-то взлетело в космос. Не-не-не. Нет. Мы все занимаемся хорошим настроением. Он выточил гайку, кто-то получил это в удовольствие и сказал, старик, ты знаешь, ну не ожидал. Ну слушай, ну это так красиво. Пошел, привинтил ее куда-то, потом конструктор сказал, ребята, батюшки мои, вы это сделали. Я много раз стоял там около самолета, например, у сухого я стоял, или около авианосца. У меня все время роилась в голове мысль, где этот винтик, с которого все началось? Ну что же тут человек может сделать своими руками? В плохом настроении создать нельзя ничего, я убежден. С этой точки зрения, значит, хорошее настроение это государственная задача. Если говорить с моей точки зрения, я не государственный деятель, но я так думаю, немыслимо, невозможно в плохом настроении создать что-то хорошее. Если хотите, был очень хороший пример, это исторический факт. Туполев шел как-то рядом с взлетной полосой, там стоял ряд машин новых. Ему спросили, Андрей Николаевич, он сказал, вот этот полетит, а вот этот нет. На взгляд ему сказали, почему он говорит, вот этот красивый, а этот нет. Определение. Кстати, это ведь поразительно, но факт, с точки зрения абсолютно, с точки зрения функциональной, ничего более красивого, чем оружие, нет. Вы никогда не найдете некрасивого оружия. Некрасивое оружие не будет работать, оно просто стрелять не будет, летать не будет, ничего не будет. Другое дело, что очень печально, что вся эта красота, это функциональная красота, это функциональная завершенность, собственно, имеет целью только одно, убийство, больше ничего. Но это так, и так было всю жизнь. И именно клинки так украшали. Резьба, нагардах, там всякие красотульки, в ручку камни вделывали, и многое чего другое. Поэтому, возможно, к людям творческим, может быть, надо по-другому относиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова